Встреча с психологом, занятия рукоделием и кулинарией, посещение музеев города и области, организация вечеров отдыха. Это далеко не полный перечень занятий новоуральских пенсионеров, участников клуба по интересам «Добрые встречи». Объединение появилось в атомном городе в 2004 году. Мы даже не предполагали о том, что это волонтерство. Мы не знали. Ну, пошли и пошли чем-то позаниматься. И все это шло от нас. Нет администрации, нет какого-то руководства. Оно со всего города, и мы не признаем, где ты работал, кто ты был когда-то. Вы пенсионеры, вы хотите работать, хотите работать с людьми, хотите помогать, хотите показать лицо города. Инициатором создания сообщества активных пожилых людей стала Любовь Комарова. Сегодня Любовь Павловна – посол федеральной программы по развитию серебряного волонтерства «Молодой душой». Главный серебряный волонтер городов присутствия Госкорпорации «Росатом» Любовь Комарова встретилась с пожилыми зареченцами. Визит в наш город состоялся в рамках проекта «Серебряный возраст. Гордость России», реализуемого Союзом организаций атомной отрасли «Атомные города». Любовь Павловна рассказала о том, чем занимаются серебряные волонтеры в разных атомных городах и почему представителям старшего поколения важно объединяться. В свою очередь, зареченские волонтеры серебряного возраста поделились своими идеями и инициативами. Очень понравилась ей наша дворовая встреча, которую мы проводим, наша серебряная гостиная непосредственно во дворах, и наша серебряная гостиная, которая проводит мероприятие медсанчасти 59 для наших пациентов, реабилитационного отделения, детского отделения. Да, это заинтересовало. И мы взяли себе на заметку что-то, а не взяли себе на заметку. Я думаю, что мы будем меняться опытом и сотрудничать между собой. Такой обмен опытом помогает объединить отзывчивых, инициативных, трудолюбивых и молодых душой людей старшего поколения. Ведь их потенциал далеко не исчерпан, а жизненный опыт бесценен. Представители серебряного возраста – это гордость России, гордость Росатома. Светлана Теплухина, Вячеслав Юртаев, телерадиокомпания «Заречный».